МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Захватывающее. Не из-за своего технического аспекта мы видели и лучшие примеры, но она более сбалансирована. Изначально менее сильные команды стали лучшими, и мы пока не увидели сборную, реально превосходящую все остальные. Как это было в Испании в 2010 году или в Германии в 2014. Говорит Раи и называет возможные причины. Футбольные сезоны все больше перегружены, игры становятся все более интенсивными. Игроки национальных сборных уже не столько тренируются вместе, как раньше. В результате нет автоматизма. Зато усилилось давление. В 70-е годы футбол переживал техническую революцию. Затем началась революция физическая. Теперь психология в спорте обретает новые масштабы. Ее необходимо заново изобрести, чтобы лучше готовить футболистов. Сегодня тот, кто пропустит удар или не забьет, оказывается меченным на всю жизнь. Посмотрите, каким напряженным выглядел Месси. При том, что это Месси. То же самое относится и к Неймару. Отмечают 53-летний спортсмен, который высказался и насчет новинки Мундиаля 2018. Видеоассистентов. «Я всегда относился к этому положительно, но надо усовершенствовать данное оборудование», сказал собеседник Фигаро. «Почему так много фаворитов рано выбыло с чемпионата мира 2018?» рассуждает и объясняет немецкое издание «Шпигель». Чемпионы выбывали с Мундиаля один за другим. Массовый вылет фаворитов может показаться странным, однако в каждом случае присутствовала своя логика, пишут спортивные аналитики. По испанцам удар был нанесен за два дня, до начала чемпионата. Когда был уволен главный тренер, с которым за два года команда стала выдающейся и не проиграла ни одной игры. В футболе третьего тысячелетия, возможно, слишком много тактики, но совсем без тактики тоже нельзя. Юрин Лапетеги нашел бы верное решение для сборной Испании, но его импровизированный преемник Фернандо Ерро эту задачу решить не смог. Пишет издание и продолжает. О немцах много писали и говорили. Об их проблемах в поисках себя, отсутствующей воли к обновлению. Чемпион мира не был так хорош в этом году. Вылет Аргентины также не стал неожиданностью. Месси – виртуоз владения мячом. Но драматичная ошибка аргентинцев на протяжении многих лет является то, что они подчиняют свой одаренный, высочайшими талантами футбол, одному единственному игроку, который не способен вести группу. Португалия также зависит от настроения одного солиста. Но в отличие от Месси, Криштиану Роналду – настоящий лидер, который живет и страдает вместе с командой. Все ей отдает и подчиняет, говорят эксперты. Вылет Португалии не связан с Роналду или его товарищами. Португальцы показали великолепный матч в 1-8 финала, но они проиграли Уругваю – сборная, которая играла еще более интенсивно и страстно, заключает издание. 50 лет открытой эры на Уимблдоне. Почему и как изменился современный теннис? Экскурс в историю совершил телеканал BBC. 1968 год выдался беспокойным. Он был отмечен студенческими революциями и военными вторжениями. Произошла в этом году революция и в мире тенниса. Впервые профессиональные игроки были допущены к участию в турнирах Большого шлема. Так было положено начало игре в ее современном виде. До этого времени теннис строго делился на профессиональный и любительский. Это означало, что спортсмены, получавшие деньги за свои выступления, не могли участвовать в турнирах Большого шлема. При этом было известно, некоторые теннисисты лишь числятся любителями, чтобы иметь возможность выступать в различных чемпионатах, а на самом деле получают от клубов субсидии. Чтобы сделать игру честной, было решено разрешить профессионалам выступать вместе с любителями. Так началась открытая эра тенниса, эра профессионального спорта и великих достижений, передает Би-Би-Си. В пересчете на современные деньги победитель мужского турнира 1968 года Рот Лейвер получил около 30 тысяч фунтов, а победительница в женском разряде Билли Джин Кинг заработала 11 тысяч фунтов, то есть почти в три раза меньше. Впоследствии Кинг, 12-кратная чемпионка турниров Большого шлема, начала борьбу за гендерное равноправие в теннисе. Спустя годы эта борьба привела к революционной реформе, одинаковым призовым у мужчин и женщин. В 2007 году именно на Уимблдоне победители Большого шлема в мужском и женском разрядах впервые в истории получили одинаковые призовые. К 1968 году центральный корт всеанглийского клуба лаунтенниса стал одним из главных кортов в мире. Таким он и остается 50 лет спустя. Сам корт с его травяным покрытием такой же, как был, но многое вокруг него изменилось. Например, вместимость трибун. За 50 лет она увеличилась на 5000 мест.